Весной 1945 года военные действия охватили большую часть Германии. С востока наступала Красная Армия, с запада войска союзников. Бои шли в 60 километрах от Берлина. Катастрофическое положение на фронтах и в экономике заставили Гитлера начать реализацию секретного плана спасения Рейха. Его суть была в том, чтобы, заключився парадный мир с Великобританией и США, сохранить контроль нацистского правительства над частью Германии, включая Берлин, а также соседними Голландии и Дании. Такое решение серьезно изменило расстановку сил, в то время как на Западном фронте разрозненные малочисленные немецкие части практически без боя оставляли англо-американским войскам укрепление линии Зихрида, на Восточном советские соединения вели ожесточенные бои на Одерско-Нейсенском оборонительном рубеже. Гитлер его назвал «Уныбер-Виндлих» – «непреодолимый». ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Советские войска вышли к Одерско-Нессенскому рубежу в начале апреля 1945 года. В центре действовал Первый Белорусский фронт. Своим северным крылом он закрепился на восточном берегу Одера к югу от Шветта, южным у города Губен. Основные силы командующий маршал Георгий Жуков сконцентрировал на Кюстринском плацдарме. Справа действовали войска Второго Белорусского, слева Первого Украинского фронтов. Всего на берлинском направлении советская группировка насчитывала 2,5 миллиона человек, 6 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 7,5 тысяч самолетов, более 40 тысяч орудий и минометов, в том числе 3 тысячи реактивных систем залпового огня «Катюша». Советским войскам противостояли группы армий «Висла» и «Центр», имевшие в своем составе 1 миллион человек, полторы тысячи танков, 3 тысячи боевых самолетов, 10 тысяч артиллерийских орудий и минометов. Предыдущие неудачи не подорвали моральный дух немецких войск. Противник все еще был силен и хорошо подготовлен к боевым действиям на своей территории. Утром 29 марта на аэродроме в Чикаловском приземлился военно-транспортный ДС-3 «Дуглас». В то время таких рейсов с фронта выполнялось много, иногда по несколько в день. Но в этот раз по приставному трапу спустился сам маршал Советского Союза Георгий Жуков. Он прибыл в Ставку с докладом о готовности 1-го Белорусского фронта к берлинской операции. По общему замыслу удар советских войск планировалось нанести с Кюстринского плацдарма силами 4-х общевойсковых и 2-х танковых армий. Последний предполагалось ввести в сражение после прорыва обороны противника в обход Берлина с севера и северо-востока. Также предусматривались два вспомогательных удара. При этом второй из плацдармов на реке Одер наносился в обход столицы Германии с юга. Маршал Жуков получил приказ ударом в лоб прорвать сильно укрепленный Одерско-Нейсенский оборонительный рубеж противника и обеспечить продвижение войск 1-го Украинского фронта, действовавших на левом фланге. Одерско-Нейсенский оборонительный рубеж состоял из трех оборонительных полос шириной более 40 километров. Каждую немцы усилили железобетонными дотами, минными полями, противотанковыми рвами и надолбами. В центре укрепрайона располагался самый мощный его участок – Зиеловские высоты. Здесь оборонялись войска группы армий Висла. Данные о численности немецких войск поступали крайне противоречивые. Группе разведчиков приказали добыть языка. Я заглянул в один блиндаж – никого. Следующий появился блиндаж – я знаю, по траншеи. И заглянул в блиндаж, только голову высунул туда, как мне оклик «Хандахох» и «Ащеточка». «Ащеточка» получилась. Я выскочил. Давай, значит, по одному туда, короткими очередями. Вижу, что сам не высовывается, а руки вытягивает. Проход. А при физиономии я тоже, как КМЕ, значит, выходит два. Сразу гитеркапут, поднявши руки. И я их, значит, с такой легкостью привел в дивизион. Дали такие ценные, между прочим, показания такие, что... И там, значит, немцы численность порядочная была. Пленные на допросах заявляли о массовой переброске войск для защиты Одерско-Нейсенского укрепрайона. Аэрофотосъемка эту информацию опровергала. Ставка, не имея достоверной информации о противнике, приказала провести разведку боем. 14 апреля немецкие позиции атаковали усиленные батальоны 1-го эшелона. Немцы, посчитав это началом масштабного наступления советских войск, открыли мощный огонь из танков и крупнокалиберных пулеметов. Ввели в бой практически всю свою артиллерию. Попав под перекрестный обстрел, батальоны несли большие потери. Советские гаубицы подавить немецкие батареи не могли. Не хватало дальности стрельбы. Поддержки в людях и технике тоже не было. Ввод в бой дополнительных сил запланирован не был. И переброска боеприпасов тоже. К исходу 15 апреля подразделения с ожесточенными боями продвинулись на 3 километра и перешли к обороне. Вести огонь было нечем и практически некому. Уцелела только горстка бойцов. Выйти к своим они смогли только с наступлением темноты. 16 апреля в 3 часа по берлинскому времени началась артиллерийская подготовка. На одном километре фронта советское командование сосредоточило около 300 минометов и крупнокалиберных орудий. После залпы реактивных систем «Катюша» в атаку перешли передовые соединения армии. Одновременно зажглись и ослепили противника 150 мощных прожекторов. Никто не ожидал такого сильного удара артиллерии ночью. От нашей роты в живых осталось треть. Солдаты, обезумев, метались в свете прожекторов, падали под огнем пулемета. Это был ад. Там применялся новый метод наступления. Причем это было в секрете. Ну, чем это произошло? То есть ослепление противника. Этого никакого сопротивления, по сути дела, не оказывал. Но с фланга, с фланга, вот как раз с фландера, он бил дальнобойный. Это хорошая мишень была для дальнобойных орудий. И на моих глазах прям падали вот эти девушки, прожектористки. Немецкие подразделения быстро оправились от шока и оказали упорное сопротивление. К этому времени передовые части 8-й гвардейской армии генерала Василия Чуйкова начали штурм Зиеловских высот. Эту гряду холмов, возвышающуюся на 50 метров над Одером, немцы превратили в многоэшелонированный укрепрайон. Система фортификационных сооружений, противотанковых рвов и заграждений считалась одной из самых мощных на подступах к Берлину. Ее последний рубеж защиты, линия Воттан, располагался в 15-20 километрах позади линии фронта. Подступы к высотам были густо прикрыты минными полями, а сами склоны изрыты окопами с развитой системой ходов сообщения. Этот лабиринт был идеальной позицией для многочисленных противотанковых расчетов противника, вооруженных панцерфаустами. Эти гранатометы прожигали броню 34-х с расстояния в 40 метров. Произведя точный выстрел, немецкие солдаты снова уходили вглубь обороны. Пехота была вынуждена продолжать наступление без прикрытия. Противник, окопавшись на холмах, вел по ней шквальный огонь из пулеметов и самоходных орудий «Фердинанд». За несколько часов боя передовые части потеряли больше половины людей и техники. К 13 часам я отчетливо понял, что после нашей артиллерийской подготовки атаки огневая система обороны противника здесь в основном уцелела. В том боевом построении, в котором мы начали штурм укрепрайона, нам зиеловских высот не взять. Чтобы усилить удар атакующих войск и взломать немецкую оборону, командующий фронтом ввел в сражение 1-ю танковую армию генерала Михаила Катукова. В 15 часов Т-34 с десантом стрелков на броне сходу вступили в бой, поддерживая части 8-й гвардейской армии. Однако к этому времени генерал Готхард Хейнрицы перебросил на этот участок несколько артиллерийских полков. Плотность огня была такой высокой, что в один танк попадало по два снаряда одновременно. Ну, первую линию обороны немцам, конечно, раскашили танку. Дальше такой областированный огонь, там и шрапнель, там со всех видов орудия, значит, и нас слило, как ветром сдуло все-таки танки. Кто там живой остался, бог их знает. КОНЕЦ Танковые корпуса генерала Катукова сходу не смогли преодолеть упорное сопротивление противника. Командарм, доложив в штаб фронта обстановку, отметил, что не имея возможности маневрировать, танкисты под шквальным огнем несут неоправданные потери. Катуков предложил приостановить наступление танковых частей до прорыва укрепрайона пехотой. Маршал Жуков отреагировал жестко. Хуже всех проводит наступательную берлинскую операцию 1-я гвардейская танковая армия. Имея колоссальнейшие силы и средства, командующий генерал-полковник Катуков действует неумело и нерешительно, топчась перед слабым противником. Приказываю принять незамедлительные меры по выполнению поставленной задачи. Маршал Жуков предпринял еще одну попытку проломить немецкую оборону, бросив в бой свой стратегический резерв, 2-ю гвардейскую танковую армию генерала Семена Богданова. Однако тяжелые Т-34 не смогли преодолеть крутые подъемы Зиеловских высот. Бронетехника буксовала в раскисшей земле. Немцы расстреливали потерявшие подвижность 34-ки прямой наводкой. Командующий Богданов принял решение отвезти танки на исходные позиции. В результате в первый день наступления войска 1-го Белорусского фронта продвинули всего на 5 километров и не смогли преодолеть вторую полосу обороны противника. 16 апреля маршал Георгий Жуков провел на своем командном пункте оперативное совещание. Он приказал начать новое наступление, потребовав от командармов не втягиваться в бои за сильные опорные пункты противника, а обходить их, передавая задачу уничтожения гарнизонов частям 2-го и 3-го эшелонов армии. В полосе прорыва было сосредоточено 250 орудий на километр фронта. Высокая плотность огня эффективно подавляла сопротивление на переднем крае противника, но бетонные укрепления все же сохранили боеспособность. И когда пехота пыталась, значит, то вот эти огневые точки, доты, они не давали, собственно, бесполезно почили, не шли. Поэтому решено было по праву ночью сорокопятку по частям под нос немцев на нейтральную полосу выносили, там окапывались, собирали. И когда немец с амбразуры вёл огонь, а ствол в это время наводили прямо в амбразуру. Всем расчётом, чтобы с первого выстрела, чтобы погасить точку эту. Немецкие доты замолчали. Противник, лишившись огневой поддержки дотов, не смог оказать организованное сопротивление. Ударные армии 1-го Белорусского фронта перешли в решительное наступление. К десяти часам советские войска заняли вторую линию обороны и, не снижая темпа, продолжали наступление. Гвардейцы занимали одну немецкую траншею за другой. Когда передвигаешься, вот это занимаешь, вот это траншеи одна за одной, там смотришь, то ли живой солдат или нет, там и немцы, там и наши. Может, траншеи были равняные прямо. Там как, там интуиция какая-то подсказывает, вот, чтобы вот туда, значит, не бежать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, у меня два радиста погибли на Зериловских высотах. Я остался один. Дивизии, преодолевая упорное сопротивление противника, настойчиво продвигались вперед. Генерал Хейнриц, стремясь любой ценой остановить наступление советской пехоты, приказал артиллерийским частям нанести массированный удар боеприпасами осколочно-фугасного типа прямо по немецким позициям, которые в это время преодолевали советские войска. Но и под градом осколков ожесточенные схватки в траншеях продолжались. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И когда я выходил уже по ранению, споря боя, я боялся попасть, как бы к немцам не попасть, потому что как только поднимусь по мне, и справа, и слева бьют. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Раненых было так много, что их не успевали перевязывать санитары. Те, кто мог держать в руках оружие, оставались в строю до последнего. У некоторых бойцов было по два-три легких ранения, бинтов не хватало. Солдаты отрывали лоскуты от своего нательного белья, перетягивали кровоточащие раны. Вот пулевое ранение мне, в грудь вышла пуля. Слава Богу, что простая пуля. Под лопаткой вышла. Вот. Пришлось целую передовую выходить. Хорошо, что ноги. Я мог еще выходить. Рука была повисшая, я не мог владеть. Но ноги. Вот. И меня уже во второй линии обороны только меня подхватили. Перевязку сделать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 19 апреля, сломив ожесточенное сопротивление немецких войск, передовые части 1-го Белорусского фронта, понеся большие потери, завершили прорыв Одерско-Нессенского оборонительного рубежа. Командующий группой армии Висла генерал Готхард Хейндридзе, опасаясь окружения, отвел остатки сил Зиеловских высот к столице Германии. Замысел Гитлера остановить наступление Красной Армии был сорван. Советские войска разбили крупную группировку противника, исковав действия 9-й полевой и 4-й танковой немецких армий южнее города, создали условия для окружения и уничтожения берлинской группировки противника. КОНЕЦ КОНЕЦ